Всем моим зрителям привет! Я сегодня хочу показать свои хайлайтеры. Это был запрос от подписчиц. Я думаю, будет всем интересно посмотреть такого рода видео. Итак, у меня есть как кремовые, так и жидкие хайлайтеры. И есть еще сухие хайлайтеры, более привычные для каждого из них. Так, все вы знаете, что такое хайлайтеры. Это специальные декоративные средства, которые подсвечивают выступающие части лица. Это скулы, это спинка носа, область над губой, подбородок, подбровью, внутренний уголок, глаз надбровью. В общем, все самые выступающие части на нашем. Для чего мы их подсвечиваем? Чтобы они были более выпуклые, более скульптурные. И чтобы наше лицо не было плоским. Ну и также для свежести. Сейчас покажу самые мои любимые. Самые-самые на данный момент. Первый хайлайтер сухой. Это Becca в оттенке Moonlight. Вот так он выглядит. Это такой сливочный оттенок хайлайтера. И он очень универсальный. Он подходит многим оттенкам кожи. Он подходит многим девушкам. Он очень мелко помыл. И у него невероятно красивый блеск. И даже такая подсветка, я бы сказала. У него нет крупного шиммера. У него нет крупных частиц. И может быть, благодаря этому он стал настолько популярен. Он очень мягкий. Я не знаю, как передать вам на руке. Ну вот, попробую. У Becca есть разные оттенки. Есть оттенки более темные, более золотистые. Но вот этот для российских девушек самый, что ни на есть, приемлемый и самый подходящий. Следующий, самый мой любимый, это Laura Mercier. Я даже не знаю, какой из них самый классный и самый любимый для меня. Они для меня оба на первом месте. Вот в такой коробке, коричневой классической. И вот так он выглядит. Он имеет вот такую выпуклую форму. На первый взгляд кажется, что его достаточно много, что больше даже, чем в хайлайтере от Becca. Но у них одинаковая граммовка. Дальше у Becca 8 грамм, а у Laura Mercier 7,5 грамм. Это запеченный такой хайлайтер. Он так и называется. Matte Radiance Baked Powder. То есть, как бы запеченная пудра. Все используют его в качестве хайлайтера. И он является их хайлайтером. Он тоже имеет очень-очень тонкий помол. Очень такое легкое сатиновое свечение. Почему он тоже настолько популярен? Потому что его можно использовать и в дневных макияжах, и вообще не перегружая лицо каким-то блеском или свечением, создавать очень холеное и светящееся, очень здоровое лицо, здоровую кожу. И он очень деликатно и очень красиво подсвечивает кожу. Так что для меня это два самых таких крутых хайлайтера. Они у меня на первом месте. Я их очень-очень люблю. Следующий из сухих хайлайтеров. Это MAC. Долгое время я пользовалась только этим хайлайтером. До того момента, когда я купила Becca и Laura Mercier. Потому что это тоже один из моих любимых, наилюбимых хайлайтеров. Он очень красиво смотрится на невестах. Но в дневном макияже, конечно, я бы его не использовала, потому что он достаточно крупный. Вот посмотрите, какой и он достаточно шиммерный. Невероятно красивое освещение у него. Но оно, конечно, сильное по сравнению с Becca и Laura Mercier. То есть достаточно такой переливный. Но макияжа неприемлемо для невест или для праздничных макияжей. Также для вечерних очень красиво. Для каких-то фотосессий. Что мне нравится, что у него тоже оттенок именно естественный. И оттенок бежево-шампанский такой. Бежевое-шампанское. Вот посмотрите. Не очень мне нравятся оттенки золотые на наших девушках. Вот, например, оттенок в Becca. Лимитированный, выпущенный совместно с Jaclyn Hill. Оттенок, помню. В общем, золотистый. Он на наших девушках смотрится слишком золотым. На американках он смотрится красиво очень. И поэтому в Америке такой бум на этот хайлайтер. У нас больше всего пользуются спросом именно оттенки цвета шампанского. Сливочные или вот такие бежевые. Ну, потому что наша кожа, она все-таки более бежево-серая, бежево-розовая. И золотистые оттенки смотрятся излишне ярко на наших девушках. Опять же, я долго сомневалась перед тем, как купить. Хотя он у меня уже достаточно давно. Мне казалось, что он будет излишне золотистым. Но он прекрасный, очень красивый хайлайтер. Очень такой хорошо ложится и смотрится на коже. Но если по сравнению с теми хайлайтерами, он не дневной, конечно. Он все-таки более праздничный. Но смотрится великолепно. И его нужно, конечно же, втирать в кожу, чтобы он давал влажное свечение. Вот еще что мне нравится, что с ним можно получить влажное свечение. В нем именно есть вот эти частицы, которые, наоборот, что он вот именно минеральный. Это же называется Mineralize Skin Finish. То есть он минеральный и дает возможность получить вот именно такой эффект влажной кожи, влажного свечения. Измак. Это Light Scapade. Он у меня очень давно. И сначала он был лимиткой, потом вроде не лимиткой. Сейчас я не знаю. Вроде он в постоянной коллекции. Он вот такой интересный. Он тоже запеченный или как бы минеральный, так скажем. Здесь виден явно такой светлый оттенок. Он очень классно смотрится на светлокожих девушках, на светлых девушках, на которых все остальные хайлайтеры золотят, рыжат и так далее. Этот очень красивый. В нем прослеживаются такие прожилки. Голубые, оранжевые, розовые. И благодаря этой текстуре хайлайтер смотрится очень объемно. И не плоско, и не белесо. Один из моих любимых. Я очень долго им пользовалась. Даже вот у меня уже ямка. И очень нравится. Особенно когда зимой, когда я светлая, я пользуюсь. Или когда у меня встречаются девочки светлокожие на клиентах, я использую. Тоже один из моих любимых. Дает очень такое деликатное свечение. Легкую подсветку, никакого шиммера. Конечно, если его сравнить с soft and gentle, то он вообще деликатный. Это гораздо ярче. Следующий хайлайтер, это хайлайтер от Anastasia Beverly Hills. Оттенок Starlight. Я хотела купить себе оттенок Hollywood. Но его так и не удалось купить. Его размяли в начале продаж. И как-то сложно было купить. Но не жалею, что купила этот. Посмотрите, какой красивый хайлайтер. Оттенок белорозовый. И опять же, для холодных типажей или когда в макияже используется большое количество холодных оттенков, этот хайлайтер будет весьма кстати. Очень красивый. Надеюсь, вы не знаете. Имеет такой бежево-розовый отлив. И интересная у него текстура. Посмотрите, какая красивая богата выглядит. Мне нравится. Забываю почему-то про него. Имеет такое большое количество хайлайтеров. Но он достоин внимания. И он очень приятный. Опять же, мелкий помол. Мягкий, хорошее нанесение, хорошая растушевка. И хороший блеск, подсветка, который не выглядит вульгарно на коже. Достаточно все прилично. Следующий очень-очень известный хайлайтер. Наверное, у вас практически у каждой любительницы косметики, у бьюти-шипоголиков, есть, наверное, этот хайлайтер. Я не знаю, наверное, у половины моих клиентов он есть. Это Мэри Лу, конечно же. Вот Зебал. Вот такой. Очень долго им пользовался. И, наверное, на протяжении полугода, каждый день, не переставая и себе, и клиентам, и всем подряд, он был достаточно известен, популярен. И сейчас, и сейчас он остается моим фаворитом. Но уже отошел немножко на второй план, потому что у меня появились новые любимчики с гораздо более мелким помолом, чем этот. У этого все отлично. Текстура немного крупноватая, блеск немного ярковат, да, вот так скажем. Поэтому я не всегда его сейчас использую. Я не всегда его сейчас использую. Я его использую больше, может быть, для фото, для фотосессий, для каких-то вечерних макияжей, праздничных. Для невест уже перестала использовать, потому что ярковат, по моему мнению. Для загорелой кожи он очень хорош. На мой взгляд, здесь очень много желтого пигмента, золотистого пигмента, поэтому не на всей коже, не на любой коже он смотрится хорошо. На холодной коже слишком зажелтит он, на теплой коже смотрится хорошо, на загорелой отлично, а вот на холодной не всегда. Очень классно его использовать в других целях, не как хайлайтер, использовать вместо теней. И, в принципе, он и выступает в роли для хайлайтера. Можно его под бровь, внутрь у колка он классно смотрится, особенно внутрь у колка. Или на подвижной века тоже будет замечательно смотреться. Поэтому остаётся, конечно же, никуда его не дену. Он мой любимый. Следующий хайлайтер, у меня как бы хайлайтер-румяна, потому что он имеет розово-персиковый оттенок, это Синди Лу от The Balm также. Он тоже был достаточно популярен в какое-то время, там, не знаю, года полтора назад, наверное. Я его активно также использовала, очень мне нравится. Такой цвет рыжеватый, персиковый, с переливом. Опять же, на светлых девушках, как самостоятельно, хайлайтер я его не использую. Использую на них в качестве румян. Если девушка более тёмная, с тёмной кожей, его можно использовать в качестве хайлайтера. Смотрится классно, смотрится красиво. Вот в качестве румян я его очень люблю. Далее у меня есть вот такой хайлайтер-шиммер, очень достаточно с таким крупным помолом, но он мне очень нравится. Ну, конечно, я его использую не всегда, но раньше я использовала часто. В качестве румяна его использовала. Это фирма, это фирма-фирма Карая. У меня есть такой же бронзер, и я его давно купила, ещё купила в Украине, когда училась. Вот такой, по-моему, это итальянская марка. Да. И вот такая запечённая текстура. Упоминает мне, кстати, Синди Лу. Но в нём больше цвета, именно больше розового, по-моему, вот такому впечатлению. И помол крупный. Помол крупноватый, из-за этого я его использую не всегда, там, в качестве праздника. Дальше хочу показать вам ещё один мой любимчик. Его сравнивают, может быть, с Бэка. В какой-то степени, конечно, текстура немножко другая, но и уровень продуктов разный. Это более бюджетный вариант, а Бэка, конечно, более дорогой вариант. Но для тех, кто не может позволить себе Бэку или Лора Мерси, я его с Лорой Мерси, да, тоже могут сравнить, потому что они выглядят натурально, и у них, у троих, такое деликатное свечение, деликатная подсветка. Кто не может позвать Лору или Бэка, может приобрести Пайзе. Очень отлично смотрится, красиво подсвечивает, его можно использовать на каждый день. Опять же, я заметила, что на сильно светлой коже он смотрится желтовато, поэтому на средней коже тёмный, смотрится великолепно. Особенно на загорелой коже вот там проявляется именно уже блеск и свечение с такой достаточно яркой подсветкой. На средней коже деликатно смотрится. В общем, на первый взгляд, это пудра бежевая, как вы можете посмотреть. В нём у него даже нет такого какое-то свечение, как у других хайлайтеров. Но его нужно правильно наносить именно втирающими движениями, то есть кисточкой, да, вы наносите и втираете, как бы полируете кожу, и тогда проявляется его эффект, эффект этого хайлайтера. Если вы просто нанесёте, то никакого свечения у вас в помине не будет. Да, забыла сказать, что называется это пудра, пудра glow, и это одиннадцатый новый жительная пудра. Мне нравится, по-моему, мелкий, мягкий. Есть, конечно, нюансы в том, что желтит слегка на светлой коже. На всей остальной коже смотрится великолепно. Имеет он такой бежевый тоже оттенок, немножко крабельку с желтоватым таким подтоном. Тоже один из моих. И хочу ещё показать из сухих, а также из фирмы БСМ. Но это рассыпчатая пудра, её можно использовать в качестве хайлайтера на скулы, да? А можно использовать, конечно, и на всё лицо. Можно полировать всё лицо, декольте, косточки, ну всё что угодно, потому что объём достаточно большой, и это рассыпчатая пудра. Вот так выглядит. И сейчас я вам попытаюсь показать. Давайте где-нибудь здесь, где ещё нет. Вот так. Она не даёт какого-то золотистого сильно оттенка. Она тоже прекрасно полируется. Её тоже нужно заполировать, втирать в кожу. Вот на пуховочке я прям вижу, видите, желтоватый оттенок. На самом деле нет этого золотого оттенка, желтоватого. Есть цвет шампанское, цвет такой правильный, красивый, бежевый. И называется она, именно цвет, называется шампанское 01. У них, кажется, есть ещё с розовым оттенком, есть и брондирующая, более тёмная, тёмный оттенок хайлайтера. Но вот это именно цвет шампанского, он именно превосходный. Далее, немножко с другой текстурой. Вот мне, кстати, тоже очень полюбившийся продукт от Colourpop. Бюджетный такой хайлайтер с такой муссовой текстурой. Называется Lunch Money. У Colourpop очень много хайлайтеров подобного рода. Оттенков, не знаю, 10, наверное, различных. Но один из самых-самых классных это Lunch Money. Мягкая текстура, просто как будто трогаете масло. И вот он на пальчике. Всё, у меня тут в хайлайтере. Давайте вот здесь покажу. Текстура между кремовой и сухой, и муссовой, да, так скажем. Благодаря этому получается не сухое свечение, а полувлажное. Оно и не влажное, и не сухое. Мягкое, кремовое. Очень красиво, очень нравится. И достаточно деликатно, красиво смотрится, и можно использовать в дневных макияжах, в повседневных макияжах, на невестах. И один из моих также любимых хайлайтеров, но в другой текстуре. Сухими всё, закончили. И я хочу показать ещё несколько жидких и жирных текстур. Давайте с известных оттенков MAC. У меня два оттенка. Оттенок Piorum. Такой бежево-золотой. Вот он в коробочке. Мне нравится этот продукт, но не нравится его нестойкость. Он нестойкий на коже, и когда его наносишь на тональный крем, он может нестойкий тональный крем подъесть. Он плохо держится. В общем, его можно использовать больше всего для съёмок. Для какой-то повседневной, долгой носки для невест, а также для водостойких вечерних макияжей я бы не рискнула. Для съёмок использую в основном, потому что он нестойкий. Его даже как бы трудно удержать. Потому что он всё-таки будет впитываться в кожу, пропадать и подъедать макияж. У меня есть ещё... Да, это Perl. Это называется крем Color Base. Продукт ума, который можно использовать как хайлайтер, как помаду, как румяна, как корректор. Всё как статейни. Луна. Это белый. Белый оттенок с лёгким таким перламутром, так скажем. Вот. Вот он. Он очень классно смотрится, когда делаешь с ним моделирование, скульптурирование, когда высветляешь прям объёмно, делаешь какие-то участки на лице. Но, опять же, я использую для фотосессий, потому что в обычной жизни он нестойк, ещё раз говорю. И если это белый, то он очень искусственно смотрится на коже. Вот если перл, его можно использовать, да, в какой-либо обычной жизни, то белый вот этот луна, он более искусственно смотрится, но, что классно, смотрится на фото. Очень хорошо его используют для фотосессий. Мне нравится. Также у меня есть такое в стике карго оттенок шампанского, так он называется, шампанское. Очень красивый такой. Сейчас найду свободное место. Вот он. Очень удобный. Есть похожий в Нарс, даже нет Smashbox, Нарс тоже потолще. Но они все в принципе аналогичны одной текстуры. Вот эта текстура мне нравится гораздо больше, чем в Мак, в этот жирненький. Он держится на коже, не подъедает косметику, тональную основу и выглядит очень здорово и очень освежающе и очень подсвечивает, делает более свежим лицо и взгляд. Следующий продукт жидкий. Это жидкий хайлайтер от Нарс в оттенке Капа-Капа. Он, кстати, очень похож на Карго по оттенку. Тоже цвет шампанского, такой вот бежево-розовый. Но в отличие от Карго, здесь не деликатный, а достаточно такое удивительно яркое, красивое свечение. Я его очень люблю. Но его можно растушевать, сделать его более деликатным, потому что он жидкий, его можно с ним работать как хочешь, сделать любую текстуру, либо плотную, то есть покрытие либо плотное, либо лёгкое. И что мне больше всего в нём нравится, что он очень стойкий, его классно использовать для фотосессии, он никуда не впитается и не пропадёт, его классно используется для вечерних макияжей, праздничных, то есть он не впитается в кожу, а будет лежать как бы на поверхности кожи, он водостойкий и вот он, если его растушевал красиво правильно, он никуда не денется и никуда не исчезнет, в отличие от многих-многих жидких хайлайдов, которые грешат этим. Поэтому один из моих любимчиков есть у Нарс много других оттенков, но не много, но три точно, более подходящий, может быть, загорелой кожи, потому что этот оттенок, он всё-таки холодит, как по мне, в нём есть достаточно большое количество вот этого блеска холодного и на тёплой коже он может иногда серить и на фотосессиях я посмотрела, что он может холодить и в серу ходить из-за того, что холодный блеск в нём присутствует. На холодной коже ведёт себя просто превосходно, на светлой коже, на бежосерой, а вот на золотистой может вылазить несколько сероватый подтон. Итак, два последних кремовых хайлайтера от Бека Shimmering Skin Perfector называется и у меня в двух оттенках Moonstone и Перу. Отличные, очень лёгкие, очень красивые шиммерные хайлайтеры и они, конечно, в прошлом году произвели фурор, такая интересная текстура, которая не встречалась раньше, наверное, в других хайлайтерах кремовых. Очень тонкая, деликатная, нежная, без явного перегруза. Вот я вам показывала до этого NARS, там явный такой перламутр и явный блеск. То в Бека нет такого блеска, как он выглядит, нет такого явного какого-то перламутра, а есть очень деликатный. В оттенке Перу это жемчужно-белый оттенок. Вот он. Он тоже очень красивый, он, конечно, дает холодное свечение, очень мне нравится на фотосессиях и вообще на коже с холодным потоном он очень красиво смотрится. Его можно также добавлять в тональную основу, для того, чтобы тональная основа была с эффектом свечения, с перламутровыми частичками такая как бы эффект влажной кожи создавать. То есть с ним очень-очень-очень классно делать так называемый модный стробинг. Он не жирный и он в принципе держится на коже, не впитывается сильно чересчур, как некоторые хайлайтеры кремовые и не жирнит кожу. Мне нравится, очень приятная текстура. Так, я сейчас покажу вам оттенок Moonstone. Moonstone, как и хайлайтер сухой, сухой компактный, он подходит большинству девушек. Оттенок Opal у них тоже популярен, но я его не стала брать, он подходит для загорелых девушек. Так, вот такой он, тут видите, он уже более такой кремовый, более такой сливочный. И сейчас вам продемонстрирую. мне очень нравится, как он смотрится. Он практически на всех выглядит идеально. у него блеск мне нравится больше, чем Opal. Он более естественный, более натуральный и яркий. в общем, я его использую и на скулы, и использую в качестве просто разбавления тональной основы, добавления в тон, чтобы тон был более легкий и светящий. Однозначно, эти жидкие хайлайтеры очень удачные у Бека и мне очень нравятся. Я просто безмерно рада, что они у меня появились, что я их купила. Поэтому, если у вас есть такая возможность, они, конечно, стоят не дешево, но присмотритесь, если есть возможность, обязательно бери. Итак, я вам показала все хайлайтеры, которые я использую в макияже и это мои самые любимчики. Я все их люблю и все использую. В общем, надеюсь, вам понравилось это видео. Если будут вопросы, задавайте, отвечу на вопросы разные. Поэтому, если хотите смотреть дальше видео на моем канале, подписывайтесь. Кто не подписался, ставьте лайки и я буду ждать ваши комментарии, ваши ответы. Всех любит. Субь! Пока-пока! Пока-пока!